Всем привет! Меня зовут Маша и я носитель русского языка. Сегодня мы поговорим о дательном падеже, третьем в русском языке. Смотрите видео до конца, там будет много практики и всего интересного. Я начинаю, а вы проверяете, поставили лайк. Давайте посмотрим на само слово. Дательный падеж. Дательный от слова давать. Давать кому? Давать чему? Исходя из этого, мы видим, что дательный падеж отвечает на вопросы кому, чему и всегда ссылается на адресат. Например, кому ты отправляешь письмо? Мы спрашиваем, кому ты отправляешь письмо? Кому? Кто адресат? Это очень важно, потому что дательный падеж используется, когда есть адресат. Кому ты отправляешь письмо? И мой ответ должен быть в дательном падеже. То есть я должна изменить слово в дательном падеже. Кому ты отправляешь письмо? Мой ответ. Другу. Другу. Моему другу. Начальная форма слова друг. Друг. Мы изменили его в дательном падеже. Другу. 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 А почему мы добавили букву У? Потому что последняя буква слова другу. Другу. Следующий пример. Я дарю цветы учителю. Учителю. Какое слово в дательном падеже? Слово учителю. По сути, учителю здесь адресат. Учитель адресат. Учитель. Чтобы поставить слово учитель в дательном падеже, нам нужно последний мягкий знак изменить на Ю. Учителю. Кому ты даришь цветы? Учителю. То есть, то слово, которое должно быть в дательном падеже, это и есть адресат. Кому ты отправляешь письмо? Другу. Кому ты даришь цветы? Учителю. А такой пример немного посложнее. Конфеты к чаю. Конфеты к чему? К чаю. Чай здесь адресат. Мы как бы покупаем конфеты к чаю. К нему. К адресату. Так будет проще запомнить, когда вы будете думать об адресате. Кто здесь адресат? У того слова мы и меняем окончание. Как вы уже догадались? Вопрос, кому мы задаём, когда у нас одушевлённые существительные. Одушевлённые. То есть, живые. Люди, животные. Они одушевлённые. То есть, предметы, объекты неживые. Мы используем с вопросом ЧЕМУ. ЧЕМУ. Здесь вы можете увидеть, какие буквы мы меняем в дательном падеже у женского рода. А мы сразу приступим к практике. Я звоню сестре. Слово сестра, именительный падеж, начальная форма, нам нужно поставить в дательном падеже. Потому что сестра здесь адресат. Я звоню сестре. Сестре. В начальной форме. Последняя буква, слово сестра, это А. Поэтому мы меняем её на Е. Опять же, чтобы вам было проще понимать, всегда ищите адресата. Его меняйте в дательный падеж. Адресат здесь сестра. Я звоню кому? Кому я звоню? До кого мне нужно дозвониться? До сестры. Я звоню сестре. Адресат сестра. Теперь пример ещё посложнее. Итак, я найду Оле работу. Я найду Оле работу. Кто здесь адресат? Адресат. Кому мы будем искать работу? Кто здесь адресат? Оля. Оля это русское имя. Оля. Оле мы будем искать работу. Поэтому Оля меняем на Оле. Я меняем на Е. Кому я буду искать работу? Ну, конечно же, Оля. Оля в дательном падеже. И ещё один более сложный пример. После тренировки лошади нужен отдых. После тренировки кому нужен отдых? Кто у нас адресат? Кому мы обращаемся? Кому нужен отдых? Конечно же, лошади. Начальная форма слова лошадь. Мягкий знак. Поэтому мы меняем на И. Лошади. Мы задаём вопрос, кому лошади? И последний пример. Марии нужен отпуск. Кому нужен отпуск? Марии. Адресат Мария. Мария. Но здесь очень важный момент. Не пропустите. Мария. Это имя. И оно заканчивается на И. Я. Мария. Когда существительное заканчивается на И. Я, мы меняем на И. И. Две буквы И. Марии. Марии. Кому нужен отпуск? Марии. Всё просто. Мы рассмотрели мужской и женский род. У нас остался последний средний род. Здесь всё очень просто. Как вы видите, мы меняем О на У и Е на Ю. Не дай горю победить себя. Кто здесь адресат? Кому мы обращаемся? Кому нам не нужно давать победить себя? Гория. Это слово горе. Горе в именительном падеже начальная форма. Последняя буква Е. Мы её меняем на Ю. Не дай горю победить себя. Спасибо за ваш просмотр. Не забывайте подписываться на канал, ставить ваш лайк и писать любые ваши комментарии. Все их я очень жду. Спасибо за ваш просмотр. Желаю вам отличной недели. Хорошо отдохните. Спасибо и до свидания.